Всем привет! Меня зовут Егор и это мой видеоблог. И я сегодня попросил моему другу Юле ответить на вопрос, какими качествами должна обладать женщина, чтобы быть идеальной женщиной или хотя бы близко к идеальной женщине. Ну, многими качествами должна обладать женщина, но хотелось бы, может быть, подчеркнуть какие-то несколько качеств, которые женщина должна в себе развивать. Мне кажется, даже каждая. Это одно из качеств сострадания. Что также хотелось бы сказать об открытом сердце женщины, что не имея открытого сердца, можно прийти в тупик. Что женщина должна уметь высказывать свои чувства в любви, разговаривать, если это касается мужа особенно. Также хотелось бы такое качество, как благотворительность, чтобы тоже каждая женщина в себе развивала. Что если посмотреть на принцессу Диану, то она как бы обладала многими качествами, но это качество особо привлекало всех к ней. И слыша об этом качестве, не надо сразу думать, что это касается только финансов. Что качество благотворительности, оно можно также выражать его последствием того, что ты тратишь на кого-то время, что уделяя время кому-то, даря кому-то подарки, свое внимание. Может кто-то внуждается в каких-то вещах. Что это качество определенно надо развивать каждой женщине. Ну и также без внимания хочется оставить качество верности, что все-таки верная жена – это лучше, чем неверная. Я думаю, что девушка должна обладать такими качествами – мудрость, верность, доброта, милосердие, спокойствие, воспитанность, ухоженность, начитанность, ум, чувство юмора, добросердечность, уважение к себе, аккуратность, умение готовить, пласканное и самокритичное. И еще второй вопрос. Можно ли ударить ребенка по попке, если он или она делает что-то неправильно? Сейчас будем слышать ее ответ. Я считаю, что нет, нельзя убить ребенка. Я против всякой физической формы, насилия. Понятно, что здесь говорится просто о шлепке, определенном, не о каком-то безумстве. Но я как считаю, что для того, чтобы ребенок понял вообще, за что и почему что-то происходит не так, ты сначала должен ему сказать, как правильно он должен делать. Если он что-то сделал не так, ты ему говоришь и делаешь акцент на то, что он сделал неправильно. Я думаю, что надо разговаривать, опять-таки иметь это открытое сердце, уметь разговаривать со своим ребенком. Если наказывать, я за такой метод, чтобы посадить на стульчик на столько-то минут, сколько ему лет. Например, два года, две минутки. Это образно, двухгодичное, это точно не пойму. Пять лет, пять минут, ну это много, пару минут пускай будет. Для того, чтобы он немножко осознал и остыл от своего поступка. И потом подойти к нему и спросить, поговорить еще раз, понял ли он, осознал ли он то, что он сделал неправильно. Это будет более плодовитие, скажем так, в развитии ребенка и его воспитания, нежели чем просто шлепки какие-то. Всем спасибо, что смотрели мой видеобролик. Если вам понравилось, пожалуйста, ставим лайки и подписываемся на мой YouTube-канал и делимся это видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...